День за днём множество событий, но нас интересует главное. То, что касается каждого. Ток-шоу – главная тема. Понимая, что старость неотвратима, человек веками старался отыскать тот самый эликсир молодости. Но кажется, всё намного проще в большинстве случаев. Наше долголетие в наших же руках. Уровень социальной защиты и защищённости, качество медицины и то, что, наверное, хотелось бы подчеркнуть как минимум дважды – наше настрой и настроение. Вот слагаемые стратегии активного долголетия. По-моему, хороший повод для разговоров, не так ли? Сегодня это главная тема. Мы начинаем. Давайте знакомиться с гостями программы. Заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского обл. сполкома Александр Лишенко. Александр Владимирович, добро пожаловать. Добрый день. Семейный психолог, наш постоянный гость и эксперт программы – Евгения Башкинцева. Здравствуйте, дорогая Евгения Семёновна. Врач-гириатр, заведующий терапевтическим отделением Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны Михаил Гошкис. Михаил Владимирович, пожалуйста, прошу. Эндокринолог, кандидат медицинских наук Георгий Романов. Георгий Никитич, добро пожаловать. Факт остается фактом. Беларусь, как, к слову говоря, и многие страны мира, относится к стареющей нации. Вот действительно повод задуматься для всех, для каждого из нас. Александр Владимирович, что говорит местная статистика? В Гомельской области в настоящее время проживает более 330 тысяч пожилых граждан. Из них 87 тысяч инвалидов. Но есть и долгожители. В настоящее время 53 человека, которые перешли столетний рубеж. В Жлобине проживает старейший житель Гомельщине, которому исполнилось 108 лет. И это 95% женщин. 95% женщин долгожители. Долгожители, да. Александр Владимирович, и все-таки, вот я так понимаю, около 20% жителей региона, да и Беларуси в целом, наверное, статистика с большего равномерно относится к каждому из регионов и к Беларуси. В частности, это люди пенсионного возраста. Наверняка в том числе в связи с этим Минтруда и Соцзащиты инициировал разработку национальной стратегии активного долголетия. Что за документ такой? На чем будет основан? К чему должен подстегнуть каждого из нас? Вы правы. В настоящее время разрабатывается национальная стратегия активного долголетия научно-исследовательским институтом Министерства труда и социальной защиты. И в 2019 году этот документ уже выйдет. Стратегия активного долголетия – это комплексный документ, где будут объединены все предложения Министерства здравоохранения, Министерства культуры, спорта, информации. И где будут учтены потребности не только нуждающихся граждан в социальной защите, но и всей категории граждан. Евгения Семеновна, я думаю, что каждый согласится, национальная стратегия активного долголетия заработает только тогда, когда личная стратегия активного долголетия будет в действии. Заработает у каждого человека. Конечно, если эта стратегия будет не тогда, когда уже все проблемы у человека перед лицом, а тогда, когда еще есть силы, ресурсы, и вокруг еще море интересов, и вообще жизнь еще прекрасна. Правильно говорят о старости, нужно задумываться в молодости, правда, далеко не всегда, скажем прямо, так на деле получается. Что для вас то самое активное долголетие, Владимир Владимирович? Для меня активное долголетие – это когда человек, который достиг пенсионного возраста, прежде всего хочет, самое главное, должен хотеть, и может вести тот образ жизни, который ему интересен. И все-таки тема программы «Стратегия активного долголетия», я думаю, что нужно все-таки об этом дать пояснение, это далеко не разговор о тех, кто живет на пенсии. Безусловно, это не только разговор о тех, кто живет на пенсиях, этот разговор касается каждого из нас, мы все когда-то будем на пенсии, эта стратегия должна идти с молодости, с юношеских лет, и выстраивать линию своей жизни, своего здоровья таким образом, чтобы в возрасте позволить себе стратегию активного долголетия. Георгий Никитич, вот то самое активное долголетие в вашем понимании, оно какое? Вы вот для себя лично, как врач, нам всегда кажется, что врачи о своем здоровье заботятся больше, надеюсь, это не из тех случаев, что сапожник без сапог. Вот активное долголетие в вашем понимании, это что? Наверное, это быть в ладу, в ладу со своим физическим состоянием, со своими мыслями, со своим телом, самое главное, дружить с собой, и прийти к этому долголетию, наверное, нужно, как сказали правильно, готовить нужно заранее. Вроде все просто, но если бы так было на самом деле, Евгения Семеновна, тем не менее, мысли о пенсионном возрасте большинство из нас, думаю, не секрет, пугают, и это все-таки не заблуждение молодого Александра? Нет, нет, мысли пугают, и вы знаете, когда я еще достаточно молодым людям говорю, что нужно готовиться к старости, вы не представляете, какую реакцию ужаса и паники я у них вызываю. Хотя на самом деле подготовка к старости в молодости, это не только сберегание своих физических ресурсов, но это еще и расширение зоны интересов. Это учиться всему, что жизнь предоставляет, музыке, танцам, театральному искусству, рукоделию. Учиться на протяжении всей жизни. И учиться нужно на протяжении всей жизни. А то получается так, в малолетстве поводили родители по кружкам, да, а потом возникает гигантская пауза. И когда человеку приходит вот это замечательное время свободное, да, от работы, а чем заняться? И вот тут начинаются депрессии, вот тут начинаются проблемы. С одной стороны так, но все-таки может быть проблема в том, что мы не умеем, не привыкли и не знаем, как жить для себя. Вот если сравнить нашу модель представления о жизни на пенсии с той самой моделью, например, европейцев, она совершенно другая. Почему так? Конечно. Ну, во-первых, мы еще не привыкли к мысли о том, что годы – это не обязательно приговор тряхлости, старости и немощности. Это раз. Второе. В традициях наших семей бабушки и дедушки, даже если они еще молоды и хорошо выглядят, это бесплатная прислуга в доме, няньки, воспитатели и дачная прислуга, да. И человек, который подходит к этой границе возраста, он почему-то с удовольствием соглашается на эти не очень привлекательные роли. И более того, находит в них даже радость и говорит, а кому я буду нужен, а что я еще буду делать? И он забывает главную истину – надо жить. Просто жить. И жить желательно с радостью. И так, чтобы, наверное, комментарии скептиков сразу убрать, все-таки, наверное, речь далеко не всегда о финансовом благосостоянии, несчастным, без цели может быть и тот, у кого прекрасная пенсия, в два раза, к примеру, выше средней и замечательная квартира, но тем не менее он может быть одиноким и без цели, вот в том самом свободном пенсионном возрасте. У него может даже быть хорошая семья, у него могут быть замечательные, здоровые, красивые, реализованные дети, отличные внуки. А человек все равно один, потому что он уже себе придумал нору, в которую он зарылся. И эта нора наполнена страхами и одиночества, и старости, и болезней, которые вот-вот буквально возле порога громоздятся. И чем больше он сидит в этой норе, тем ему страшнее, тем меньше у него шансов выйти наружу. Встаем с диванов. Встаем с диванов. Призывает психолог Евгения Башкосова. И все-таки, возвращаясь к качеству жизни, ведь действительно уровень социальной защиты населения на это серьезным образом влияет. Как бы я ни говорил, что финансовая сторона в том числе не так важна. Александр Владимирович, какую задачу в связи с этим ставите перед собой лично, перед коллегами в деле заботы о пожилых в каждом из регионов Гомельщины? Вы знаете, я хочу сказать, что политика нашего государства направлена на поддержку пожилых людей в привычных для них условиях. И в настоящее время внедряются вот эти новые формы социального обслуживания именно в домашних условиях. Я приведу примеры. Это создание замечающих семей. Это где трудоспособный гражданин может ухаживать за пожилым человеком в совместных условиях проживания и ведения совместного хозяйства. Дальше, как раз вот сейчас у нас зимнее время, это такая форма, как дома зимовки, где люди собираются, чувствуют тепло, уют и вместе с тем общение. Затем формы такие, как гостевые семьи, куда приглашают одиноких граждан для того, чтобы провести выходные дни, праздничные дни. Ну и тоже время и зимних условий. То есть, с одной стороны, забота об одиноких, что действительно очень важно, а с другой стороны, стимулирование к активному долголетию тех, кто в семье, но хочет той самой активности. Это речь о центрах соцобслуживания, которые заполнены регионом. В центрах соцобслуживания, потому что мы все прекрасно понимаем, вот мнение у нас такое негативное, скажем, сложилось о тех домах престарелых. Хотя там созданы надлежащие условия, в которых пенсионеры достойно будут проживать. Есть одна из форм, это патронатная семья, где трудоспособные члены семьи на волонтерских началах оказывают помощь пожилым людям в обработке территории, заготовке плодовощенной продукции на зиму, ну и многие другие моменты. И чтобы вот эта помощь пришла к тому, кому она действительно необходима, для этого этот же человек должен обратиться. А вот, Евгения Васильевна, как понимаю, многие не делают-то ведь этого, в том числе потому, что это равно тому, что я распишусь в собственной какой-то неполноценности? Многие пожилые, уже очень пожилые люди говорят, что я бы глазами сделал все сам, а сил уже нету. И нужно перешагнуть через свое внутреннее я, через свое самолюбие, чтобы сказать, помогите мне, пожалуйста. А самое главное принять эту помощь, потому что на самом деле, вот вы говорили, это замечательный опыт, когда молодые еще люди открывают душу чужим родителям, чужим бабушкам и дедушкам. И на этом примере будут воспитывать своих малышей, и поэтому это вообще грандиозная, я считаю, программа. Но вот эта бабушка, этот дедушка не всегда возьмут эту помощь, потому что я еще хочу сам. Если уже пришли сюда чужие люди, значит, они смещают меня с этого пространства. Почему нужно делать шаг вперед, вот в том числе для того, чтобы пойти для активности своей же в тот же центр соцобслуживания? Там ведь ровесники. Потому что на самом деле люди в этом возрасте требуют общения и нуждаются в общении не меньше, чем подростки и дети. Они одинаково нуждаются в этом. И я не знаю таких людей, которые бы не хотели поболтать, просто посидеть. То есть нужно перебороть себя и все-таки сделать шаг? Нужно не просто перебороть себя, а нужно себя даже вытолкнуть иногда таким волшебным пендалем, выбросить себя из дому, уйти в люди, и вы получите огромное удовольствие. Тем временем к разговору в студии спешит присоединиться директор Центра социального обслуживания населения Центрального района Гомеля Татьяна Башинская. Встречайте. Добрый день, Татьяна Леонидовна. Подключайтесь к разговору. Вот интересно ваше мнение, что может быть тем самым стимулом сделать первый шаг к чему-то новому? Ведь как в молодости, так и в старости мы всего нового опасаемся. Подсказка близкого, родного человека, либо просто сосед или соседка, которая уже пошла в Центр социального обслуживания, либо в какой-то другой кружок, просто приведет или просто покажет пример своим походом туда. Это бывает ключевым моментом, который является подсказкой. Буквально тезисно, вот чем можно активно заняться в Центре социального обслуживания? В Центре социального обслуживания есть отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, где каждый может найти для себя ту нишу и реализовать те возможности, которые на протяжении своей жизни, длительного опыта они копили. Это и вязание, и рукоделие, и суставная гимнастика у нас проводится, в том числе музыкальные мероприятия готовятся. А как насчет курсов компьютерной грамотности? Это действительно было бы здорово для людей пожилого возраста? Да, это очень актуально, конечно, в наше время. Есть у нас и эти курсы, обучают граждан пожилого возраста. Их, конечно, интересует эта запись на прием к врачу, то, что для них актуально, оплата коммунальных услуг. Да и, возможно, общение виртуальное с родными, разбросанными по всему миру. И скайпы, это тоже то, что их интересует. Насколько сегодня востребовано это направление? И всем ли по карману? Это, наверное, действительно вопрос, который для многих важен. Ну, я бы не сказала, что это очень дорого. 55 копеек за час. Время и периодичность проведения этих занятий они выбирают самостоятельно. В принципе, у нас эти курсы проводятся с ноября 2014 года при поддержке администрации Центрального района и одного из мобильных операторов. Была реализована акция сети «Все возрасты покорны». Вот с этого момента курсы не прекращаются. И уже на протяжении стольких лет обучилось более 300 граждан пожилого возраста. Ну, стали более доступны. В чем основная специфика постижения компьютерной грамотности пожилыми людьми? Специфика? Это, наверное, самые замечательные ученики. Самые. Которые только могут быть, потому что записывают все. Буквально каждый шаг. Каждый шаг, каждое движение. Им интересно все, чтобы понять, как это и что. Для того, чтобы открыть мир для себя еще шире. Да. Михаил Владимирович, как понимаю, ваши основные пациенты – это люди 60+. Совершенно верно. Даже основная категория – это, я бы даже сказал, 80+. Давайте попробуем с вами вместе составить, чтобы было более показательно, топ-5 наиболее распространенных обращений к вам и вашим коллегам в госпитале. Топ-5 проблем, они, в принципе, универсальны. Не только касающиеся нашей страны, но и в целом в мире. Это сердце, суставы, проблемы позвоночника, проблемы желудочно-кишечного тракта и артериальное давление. Чаще люди приходят уже в запущенном, самозапущенном состоянии? Или все-таки вот в нашем менталитете, как только первые звоночки, сразу к врачу? Ну, все очень по-разному. На самом деле, есть люди, которые приходят после звоночков, есть люди, которые приходят даже до звоночков, а не во время звоночков. И разные очень градации. Женщины у нас, как правило, все-таки более тщательно следят за своим здоровьем и стараются вовремя обращаться к врачу. Гормоны регулируют практически все процессы, и чем дальше с возрастом, тем все сложнее. А про мужчин и женщин интересный такой факт, вот я приведу по поводу сахарного дебета второго типа. Вот Беларусь доказала во всем мире, что, хотя это был парадокс, что мужчины с сахарным дебетом второго типа живут дольше, чем мужчины без сахарного дебета второго типа. То есть это говорит о том, что как только появляются рамки... Появляются рамки, идет к врачу, и врач показывает, куда нужно правильно идти. То есть вот роль медицины, как раз-таки здесь показана хорошая роль медицины в плане продления этого активного долголетия. И еще про роль медицины, Михаил Владимирович. Вот по-вашему, я знаю, что активно развивается госпиталь. Там действительно, несмотря на достаточно весомый возраст, очень серьезное идет обновление, техническая работа с кадрами. Все ли может сегодня медицина, чтобы восстановить, подстраховать, дать шанс к новой жизни? Таких примеров масса? Ну, медицина сегодня действительно может многое. Но вопрос там, всесильна ли она, наверное, не звучит, потому что мы все еще смертны, поэтому медицина, безусловно, не всесильна. Но есть масса примеров, и они просто удивительные. Когда человек поступает в наше учреждение, не может ни ходить, ни говорить, ни двигаться, и через некоторое время ты видишь человека, который выходит из учреждения своими ногами, это, понимаете, что дорогого стоит. У нас очень мощная реабилитационная база, у нас 4 отделения реабилитации, которые способствуют выходу пациента на следующий уровень. Ну и, естественно, не может быть, сами по себе аппараты или инструменты не работают. Профессионалы высокого класса, которые мотивированы на то, чтобы продлить человеку жизнь, для того, чтобы он как можно был более интегрирован в общество. Стоит отметить, справедливости ради, что лечение в большинстве случаев недешево обходится, в том числе и учитывая суммы медикаментов, как пациенту, так и государству. Вот вы, как врач с большим опытом работы, какой для себя нашли мотиватор, что говорите пациентам, чтобы их все-таки настроить на то самое активное долголетие? Ну, несколько моментов есть. То есть мы стараемся пациентам, для пациентов дать какую-то ниточку, какую-то вещь, с помощью которой они бы понимали их смысл жизни, их мотивацию к жизни. Тогда они сами по-другому относятся к вот этим моментам, которые сохранение жизни. Плюс есть еще, знаете, как каждый из нас придумывает какие-то свои подсказочки, чтобы говорить, да, потому что пациентам чисто психологически бывает тяжело понять, что вот он подлежал в больнице, но после этого надо почему-то все равно пить еще 7 таблеток. Почему 7? Почему не 3? Почему на протяжении всей жизни они две недели? Да, и мы просто говорим, что вы хотите быть длительное время здоровым, хотите ходить, да, он говорит, хочу, но не хочу пить 7 таблеток. Тогда мы говорим, вы поймите, вы сегодня пьете 7, для того, чтобы завтра не пить 27. И тогда где-то они понимают, что, ага, оказывается, 7 вроде бы какая-то еще терпимо, кто-то пьет 27, я как бы еще нахожусь на хорошем уровне. Мы тут говорили о том, что может стать целью на пенсии. Для многих целью, как тут не вспомните, являются те самые пресловутые сотки. Я говорю про огороды белорусов в возрасте, в первую очередь про этот пласт населения. Как медицина относится к рекордам на пенсии? Ну, медицина, особенно если мы говорим про долголетие, да, когда мы говорим про людей пожилого возраста, да, мы говорим о том, что во всем важна умеренность. Да, если человек хотел развиваться, видеть себя в земледеле, да, и всю жизнь этим занимался, то мы не будем, мы не скажем тебе «нет», тебе ни в коем случае нельзя, да, но нужно сделать это меньше. Легкая физическая нагрузка, вы за это? Максимально за это. И еще один аспект, вот то, о чем сегодня говорили наши представители социального обслуживания, очень важно человеку давать какие-то новые какие-то вещи. Это тоже очень способствует его развитию и сохранению его здоровья, да. Он проявился как прекрасный фермер, да, но если он одновременно там освоит компьютерные технологии, есть масса доказанных вещей о том, что люди, которые развиваются, которые узнают что-то нового, у них снижается порог снижения умственных способностей, у них гораздо лучше сохраняется память, они меньше страдают болезнями, они больше живут. Вот поэтому, кроме того, что мы не хотим человека отобрать его дачу, мы хотим предложить ему альтернативу. И компьютер, и какой-то спорт, и какое-то творчество, все это вместе входит в стратегию активного долголетия. И еще одно мнение в тему разговора ждем в студии на Пушкина 8 участницу Гомельского клуба скандинавской ходьбы «Белые ходоки» Елену Малашенко. Встречайте. Елена Геннадьевна, здравствуйте. Как понимаю, вы практически с тренировки. Здравствуйте. Вы догадались. Ну, ради съемок я, конечно, сегодня отменила тренировку. Рада присутствовать здесь вместе с вами. Итак, скандинавская ходьба – весьма популярное направление во всем мире. Как оно пришло в Гомель, давайте вспоминать. Официально, можно сказать, потому что до этого занимались скандинавской ходьбой любители, официально три года назад впервые в Беларуси именно в Гомеле был организован клуб скандинавской ходьбы. Как давно вы влились в эту команду? Ну, я с удовольствием занимаюсь два года. Как пришло вам сознание того, что все-таки нужно не сидеть на кресле у телевизора, по крайней мере, не только этим должен ограничиваться досуг на пенсии? Желание было, но инерция какая-то человеческая не давала сразу осуществить эту мечту. Я много слышала о пользе скандинавской ходьбы. Но когда, как многие наши женщины, вышла на пенсию, столкнулась с такой проблемой, как невостребованность. Это очень тяжелый период, я просто его сама на себе испытала. И наступает такой момент, что уже ничего и не хочется. Какая-то неуверенность появляется. И благодаря тому, что вот в соцсети я увидела в Одноклассниках, что у нас в Гомеле есть такой клуб. И, конечно же, я благодарна своей приятельнице, она самоврач, которая пошла первой и сказала, Лена, пошли, здорово. То есть очень важно, чтобы рядом был кто-то из тех, кому ты доверяешь, кто бы сказал, проверено, нормально, пойдем. Для меня это было так. Вам повезло, я думаю, потому что многим как раз не хватает того самого, кто скажет, пойдем, проверено, там равное. Да. Я хочу сказать, что клуб организовала семейная пара, Шустовы, Кирилл и Ольга. И вот именно через этот клуб, через их обучение прошло более 300 человек. Елена Геннадьевна, но все-таки вот вы говорили, несколько лет активно развивается скандинавская ходьба в Гомеле. Я думаю, что и зрители наши достаточно часто в парках видят людей с палками для ходьбы. И все-таки вот еще недавно, я думаю, что прохожие достаточно неоднозначно относились к людям с такими вот палками. Да. Вот три года назад, и когда я начинала два года назад, конечно, без смеха не вспомнишь. Обязательно каждый говорил, что где твои лыжи. Вот. Приходилось шутить, что ищем, ходим. Еще много там и про ласты что-то говорили. И поэтому, конечно, было вот такое вот непонимание, насмешки даже. Что в вашем понимании сегодня активное долголетие, и вообще, что вам дает та самая скандинавская ходьба? Ну, мне прежде всего дает позитивное настроение. Во-первых, это на свежем воздухе. Я стала замечать, что я встречаю поры года в полной красе. И зиму, и лето, осень, и весну. Я вижу, я наслаждаюсь этим. Я на природе, я хожу. Мне физическое тело мое окрепло. Это дало мне уверенность. А еще общение? А общение – это то, что вообще прекрасно. У нас разного возраста. Несколько групп, в зависимости от состояния. И поэтому мне что понравилось, что нету никаких разговоров про болячки, про какие-то проблемы. Именно все пришли со здоровьем. Что ж, а мы продолжаем тему здорового долголетия. Георгий Никитич, вот интересно, какое влияние на наш внешний вид и на наше самоощущение, самоопределение влияют те самые невидимые гормоны? Ну, эти гормоны невидимы невооруженным глазом. А на самом деле они очень даже хорошо видны. И чаще всего, если с человеком происходит что-то не так, первый, кто скажет ему, это люди, которые не видели буквально человека месяц-два. Говорят с собой что-то не так. И особенно с возрастом идут эти перемены. Какие гормоны, к примеру, наиболее важны для женщин? Вот если так, с примерами. Если говорить про женщин, то это два вида гормонов. Это половые гормоны, конечно же, когда наступает определенный период. У женщины, так скажем, золотой период, да, когда уходят эти гормоны и появляются проблемы. И с тем же позвоночником сегодня уже, Владимир Владимирович, отвечал этот вопрос, это тоже играет роль. И гормоны щитовидной железы, которые тоже регулируют как раз-таки эту активность. Я сейчас слушал с удовольствием ту инертность и думал про себя как специалист. А может, эта инертность не только в голове, а может, и в гормонах. Потому что, опять же, эти гормоны, активные гормоны, которые щитовидная железа, они дают импульс человеку. Что делать, ваш совет, если такой импульс появится? Ну, вообще, наша роль медицины вот в этой стратегии, я бы сказал, даже в этом коктейле активного алгорития, наша роль двоякая. Первая роль – это профилактическая, мы должны говорить, как не дойти до плохого состояния, как сохранить активно. И вторая роль – это такая роль скорой помощи. Когда человек уже заболел, есть причина какая-то, мы должны её выявить и вовремя ликвидировать. То есть не затягивать ваш совет, есть вопрос к специалисту. Но вот про женщин поговорили, для мужчин, как понимаю, просто необходим гормон тестостерон. Да, тестостерон, гормон, важный гормон, потому что активное долголетие – это ещё сексуальное долголетие, не без этого. Это ещё гормон мышечной массы, это гормон плотности костной ткани, это гормон настроения, гормон хорошего сна. И много-много других вариантов можно сюда говорить по поводу свойств этого гормона. И ещё один гормон, про который знает, наверное, практически каждый – инсулин. Ведь именно этот невидимый, опять же, гормон зачастую многих из нас подталкивает в очередной раз сбегать в холодильнику. К сожалению, есть два пика увеличения массы тела у человека, два периода риска развития ожирения. Это подростковый период, когда формируется неправильное питание. И, наверное, когда человек достигает возраста такого уже более пожилого, который тоже становится иногда похоже на детей, которым тоже иногда очень любят сладенькое. Как раз-таки вот в этом тоже есть проблема с тем, что гормон инсулин неправильно вырабатывается, неправильно действует. И здесь, я так понимаю, вы ведете к тому, что если хотя бы один раз пойти на поводу, то завтра гормон с удвоенной силой скажет «давай ещё». «Давай ещё» и «больше» и «больше». Что интересно, даже есть исследования, казалось бы, безобидные, да, окружность талии. Мы всё время говорим «окружность талии» и «диабет». А есть исследования, которые показывают, что чем больше окружность талии, тем хуже когнитивное свойство у человека в возрасте 60-70 лет. Такие тоже исследования есть. Поэтому это очень важно. Вообще, неоднократно уже сегодня в студии звучала мысль, что настроение и настрой так важны, в том числе и для того самого активного долголетия. А как быть? Мы ведь действительно, большинство из нас, солнцезависимы. Как быть, если в году, ну, как минимум половина дней, а не такие достаточно серо-белые, если не серые? Да. Вот я сейчас слушал нашу гостю по скандинскую ходьбу, он сказал, что настроение улучшилось. А я даже подозреваю, почему. Потому что она больше бывает на свежем воздухе, больше солнца, а значит, у неё выше гормон. Есть такой D-гормон или витамин D, который тоже влияет на наше настроение. То есть можно подкрепить немножко себя, конечно, и медикаментами, говоря про витамины. Я поставил на второе место. На первом месте поставил бы всё-таки какую-то физическую активность, движение, а потом уже дополнительно, как в этот коктейль долголетия, добавить немножко витамина. Евгения Семеновна, вот как вам коктейль, который сейчас нарисовали мы здесь в студии «Беларусь-4», чего бы добавили? Действительно, каждый вправе влиять на своё настроение, которое так необходимо и так важно для нас. Добавлять в этот очень вкусненький коктейль можно всё, что угодно. Пока хорошо всё так получилось? Пока всё, да. Пока пенится и пока вкусно пахнет. Но на самом деле нужно ещё, можно вернее, добавлять в этот коктейль, опять же таки, своё я. И вот это своё я, оно должно хорошо понимать, какой всё-таки возраст, да. Пусть мы его не чувствуем, но мы же выходим в мир, люди на нас смотрят, и они вправе чего-то ожидать от нас. Мы всё-таки уже не подростки, мы уже всё-таки как бы не студенты. И поэтому, наверное, вот то, что человек несёт с собой, внешним имиджем, высказыванием, поведением, опять же таки, увлечениями своими, тоже очень важно для того, чтобы этот коктейль, наконец, уже поместился в какой-нибудь красивый бокал. То есть слишком серьёзное и резкое омоложение во внешнем виде, в том числе и в стиле, это тоже вот повод задуматься. О, да. Главное не переборщить. Иногда приводит к таким нелепым образам, которые напоминают пиковую даму пушкинскую, да, которую раскрасили буклями, прикрыли, и вот она сидит таким. И в завершение ещё один гость в студии. Встречайте руководитель Народного клуба «Прометей» и ансамбля «Ритмы сердца» Гомельского ГЦК Лидия Еловая. Ваши аплодисменты. Лидия Степановна, добро пожаловать. Лидия Степановна, вот вы за пределами студии слушали наш разговор. Вы также убеждены, что наше настроение в наших руках? Конечно. А кто поможет больше, если сам себе не поможешь? Если говорить о ваших коллективах, вы наблюдаете за тем, как горят глаза у актёров и актрис, пусть и непрофессиональных, даже несмотря на серьёзные диагнозы. Они, тем не менее, идут на репетиции, едут на концерты. Всё верно? Да, всё верно. 23 года уже наблюдаю с тех пор, как создала этот коллектив. Люди на репетиции приходят по три часа, они репетируются, не всякий, молодой, в общем-то, выдержит иногда репетиции. Но вы-то знаете, у кого-то давление, не говорите, Мария Степановна, но для тебя всё-таки облегчённый вариант 30 минут и домой. Это часто бывает на концертах. Вроде бы давление колет. Не ходи, посиди, нет, выпьет таблетку на сцену. Со сцены выходит здоровый. Более 20 лет активного долголетия, это про вас и вашу команду. За это спасибо от многих семей, жителей Гомельской области. Сколько сегодня коллективов и людей в них объединяет Клуб Прометей? Сейчас около ста человек, это пять коллективов, и там ещё в одном коллективе два подразделения. И, кстати, в зале находится у нас человек, который пришёл к нам со дня основания. Сейчас уже наш ветеран сидит в зале, Зоя Алексеевна. А сколько, кстати, самому молодому участнику? 50, как на пенсию выходит, 57-58. Это, кстати говоря, если не ошибаюсь, было одно из первых в Беларуси объединений профильных для людей пожилого возраста. Да, это когда мы открыли, это было самое первое вообще в Беларуси. И тогда ещё не было центров социальной помощи, где были дневные отделения. Через 10 лет уже начались открываться центры, при них тоже отделения пошли такие же, где собирались. Лидия Степановна, сегодня на протяжении эфира мы все старались отыскать секреты активного долголетия. А вот вы и ваша команда, где самому молодому 50, вы для себя эти секреты уже раскрыли? Ну, раскрыли, конечно. Во-первых, это, что люди собираются вместе, у них своя семья вторая. Когда вышли на пенсию, даже многие забыли руководителей и тех, кто работали, что эти люди работали у них. И всё это переносится не очень хорошо. А здесь они нашли вторую семью, собираются, и дни рождения отмечают, и коллективные мероприятия, и концертов очень много. У них вторая жизнь, второе дыхание. Мы подготовили небольшой сюрприз, это, правда, не последний номер наш, который мы сделали, но тоже он и популярен. Это театр пародии «Антистресс», театр музыкальных пародий «Антистресс». Само название уже говорит «Против чего борется этот театр». И это пародия на музыкальную группу «Лесопедный батальон» украинскую. Там тоже такие бабушки боевые. Вот на них сделали такую небольшую пародию. Итак, прямо сейчас всех зрителей «Беларусь-4» ждёт настоящий антистресс от гомельских активных бабушек. АПЛОДИСМЕНТЫ Никто не любит нас, пригодных и судовных. Ох! Ой, не лёгко люди нам, бабулями быть, Нам живёли, и дедам обрыгла суп-поры. Шигунки и лыжки мы кинем у сарай, А дедам с парасюками скажем мы гудвань. А мы усе красуни-крёвы, А мы все бабы, Рызыковы, А я свялаць, Дыка в жаранку, А я кахать дык на Астанку. Секс-бомбы уауа, Секс-бомбы нам дынь дрова, Секс-бомбы шумит сяло, Секс-бомбы дядам назло. Оп-ан-кангдам-стай! Кангдам-стай! Оп-оп-оп-оп-оп! Оп-ан-кангдам-стай! Кангдам-стай! Оп-оп-оп-оп-оп! Оп-ан-кангдам-стай! За кордоном не пыли и ветром, а нам елки, коньяками не пили, только самогон. Будьте в шоу-пизнес-пыроши зараблять, зонки белорусские нам будут подкрывать. А мы усе, красу не клёвый, а мы все бабы, рызы-коды. А я скрывать, где-то ранку, а я копать, где-то останку. Сет-бомпы, уа-уа, сет-бомпы, дам ты трава, сет-бомпы, шорми и силово, сет-бомпы, гадам на золо. Сет-бомпы, сет-бомпы, полицию и ару, сет-бомпы, маски, коньяки, коньяки, коньяки. А мы усе, красу не клёвый, а мы все бабы, рызы-коды. А я спевать, где-то ж на ранку, а я копать, где-то останку. Сет-бомпы, уа-уа, сет-бомпы, смотри трава, сет-бомпы, шуми цяло, сет-бомпы, дадам на зло, дадам на зло, дадам на зло. Итак, сегодня мы говорили о стратегии активного долголетия. Какое она будет решать каждому лично? На этом ставим точку, встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok